В Акмолинской области в этом году зима выдалась очень снежной. До 50% от месячной нормы осадков выпала в регионе только с начала этого месяца. На данный момент площадь покрытия снегом в области составляет 100%. Все эти показатели – серьезный повод для более тщательной подготовки к периоду таяния снега. Сегодня наши корреспонденты выехали со специалистами. Казгидромета. Мадина, секунду. Сейчас идет процесс замера толщины снежного покрова. Да, это наш корреспондент Мадина Смогулова. Она выходит с нами на прямую связь. Добрый день, Алмаз. Сейчас мы находимся в Сан-Дыктаусском районе, где в этом году выпало больше снега. И где сейчас идет процесс замера толщины снежного покрова. По прогнозам синоптиков, до 15 марта, начиная с сегодняшнего дня, в Акмолинской области ожидается посепление. Хотя в то же время будут и осадки. Все это приведет к тому, что... Все это приведет к таянию снега, формированию Талого стока. Также следует учесть и тот факт, что с начала марта в регионе выпало осадков до 50% от месячной нормы. В связи с чем объемы влагозапасов увеличились на 23%, а глубина промерзания почвы увеличилась в среднем на 1-2 сантиметра. В бассейнах рек области объем влагозапаса больше от 2 до 44%. По результатам последних снегосъемок, высота снега по области составляет, сравнение с аналогичным периодом 2018 года составляет на 60% больше, а запас воды в снеге на 62% больше. Для безаварийного пропуска паводок в воду департамент ПЧС Акмонской области подготовлены силы и средства в количестве 155 человек, 55 единиц техники, 12 плавательных средств. Кроме того, при осложнении паводка и обстановки сформирована группировка силы средств комитета по отражающим ситуациям из других регионов республики в количестве 813 человек. По анализу многолетних наблюдений, в среднем половодие приходится на конец марта, то есть на третью декаду марта, по третью декаду апреля. И, конечно же, гидрометеообстановка уточняется и анализируется каждые три дня. Конечно же, в поле зрения состояние рек Жабай, Исиль, Калкутан, Шагалалы и также несколько водохранилищ. Говорить о том, что будет в случае плохих последствий, в следствии таяния талых вод, конечно, не хотелось бы. Но в любом случае в регионе насчитывается свыше тысячи спасателей, и у них на вооружении более 200 единиц специализированной техники. И всю зиму проводились учения на случай резкого паводка. Алмаз? Вместе с КАЗ Гидрометом и ДЧС наш корреспондент Мадина Смогулова следит за состоянием таяния снега в Акмолинской области.